Пять странных и часто смешных вопросов от клиентов и подписчиков. Добрый день дорогие друзья, я приветствую вас, с вами на связи Блад Максеев и в данном видео полуразвлекательно, полупоучительно я хотел бы как раз представить вам пять странных и часто смешных вопросов от моих клиентов и от моих подписчиков. Где-то будет банально, уж извините, где-то будет смешно и странно и где-то, надеюсь, поучительно. Итак, давайте приступим. Вопрос номер один. Булат, я с компьютером на вы, получится ли у меня зарабатывать? Обычно, когда человек пишет мне подобный вопрос, я задаю ему вопрос в ответ. Может вам стоит потратить недельку-вторую на обучение компьютерной грамотности, а потом уже думать о заработке? А то получается как? Получается вы как человек, который хочет работать таксистом, условно, да, но при этом не умеет ездить за рулем. Смешно? Смешно. Тут примерно такая же ситуация. То есть сначала нужно в теории научиться пользоваться орудием, либо оружием, и только потом использовать его уже на практике, да, в боевых, скажем так, действиях, в боевых условиях. Вопрос второй. Булат, а есть ли гарантия результата в обучении? Это касается МИД, это касается абсолютно любых курсов, которые у нас есть в интернете. Гарантия это, конечно, во многом хорошо, это прекрасно, это замечательно. Когда у вас есть какие-то гарантии, вы более спокойны. Но посмотрите на это немножко с другой стороны. Что такое гарантия? По сути, это снятие ответственности с ученика. То есть если у вас получится, то вы молодец. Если не получится, то виноват автор, да? Поэтому нужно, конечно, на любую гарантию смотреть с обеих сторон. Вопрос третий. Булат, а сколько я смогу заработать и через сколько я начну зарабатывать? На самом деле это очень странный вопрос. Почему? Потому что все мы разные. У нас разный уровень знаний, обучаемости, времени на обучение и практику. И по сути, ваш заработок, через сколько и сколько конкретно вы будете зарабатывать, начнете зарабатывать, во многом, во многом, повторюсь, зависит именно от вас. От многих факторов, которые зависят именно от вас. Почему? Потому что автор, особенно если это касается каких-то групповых занятий, да? Групповых курсов, тренингов, мастер-классов. Автор, как правило, дает то, что сам умеет и практикует. Теперь внимание. Как вы это пропустите через себя, свою практику, зависит от вас. Ну, давайте какой-нибудь банальный пример. Точнее, два примера. Пришел у нас Петя. Пришел зарабатывать в МИД. И через месяц обучения он начал практику с YouTube. Начал работать с деловыми сетями, создал email-рассылку, начал набирать базу и в свободное время еще и партизанским маркетингом занимается, да? Если так пойдет, то уже с первой недели Петя вполне может зарабатывать там 5-7 тысяч рублей в день. Если что-то Петя не понимает, он пишет в поддержку. Петя изначально серьезно настроен. Он общается с поддержкой, он обучается. Он масштабируется. При любом возникновении вопросов он обращается к кому-то за помощью. И самое главное, он старается понять, что лучше работает, что хуже работает, чтобы как-то уже работать меньше, зарабатывать больше, да? Теперь второй пример. Пришел Саша. Прошел он 3-4 урока из 40 действующих. Потыкался пару дней в социальных сетях и решил, что это не работает. И пишет, что МИД не работает. Что Булат не умеет обучать. Что Ситнов не умеет обучать. И вообще в целом у нас Саша самый умный и самый продвинутый. Ну почему-то самый бедный. Вот два таких простых примера. Вопрос четвертый. Обычно такие вопросы я люблю на почте. Если под видео, это еще понятно. На что обращать внимание, что смотреть, что исправлять и так далее. На что обращать внимание именно у клиента, либо у подписчика. Звучит этот вопрос так. Булат, я сделал как видео, но у меня ничего не получилось. Где ошибка? Я в данном случае, как Оракул в третьем поколении, и как Ясновидящий в пятом поколении, могу задать вам встречный вопрос. В каком именно видео у вас не получилось? Что именно у вас не получилось? Извините, дорогие друзья, я не Оракул, я не Ясновидящий. Поэтому, если вы пишете подобные вопросы, будьте добры предоставлять, не знаю, скрины, ссылки на видео и так далее, так далее, так далее. Чтобы как-то конкретизировать свой вопрос. И вопрос пятый, наверное, самый такой основной, самый основополагающий. Люди обычно пишут. Булат, я много чего проходил и пробовал, но у меня не получается зарабатывать. Почему? Как мне быть? Не всегда, на самом деле, было сложно отвечать на подобные вопросы, но изначально, я считаю, вам нужно понять, что мешает вам зарабатывать. Люди часто пишут. Я пробовал. Обычно пробовал это дефис, не довел до конца. Возможно, причина в этом. Возможно, причина в том, что вы где-то выявили проблему, не смогли с ней справиться, при этом не написали автору, не разобрались и не пошли дальше. То есть, в этом случае ваша проблема в том, что вы просто не пообщались с автором, не решили возникшую, скажем так, проблему. Часто пишут, я проходил. Проходил это понятно, проходил и все, а до практики дело-то дошло. Некоторые говорят, что нет. Вот я смотрел, смотрел, посмотрел, у меня никаких результатов. Ну, понятное дело, что ты посмотрел, а практика-то где? Некоторые пишут, что они много чего пробовали. Что именно пробовали? Потому что может быть такое, что, например, человек прошел либо курс, как новичку зарабатывать от 500 рублей в день на партнерках в соцсетях и без знаний, без вложений. Это один вариант, да? Если новичок такой курс проходил и вообще другой вариант, если он проходил, например, курс под названием «Как стать крутым программистом-фрилансером на дому и продавать свои услуги дорого». Вообще другая специфика. Вообще другой уровень знаний. Вообще другой уровень сложности для новичка. Поэтому это тоже очень важно. И на закуску, дорогие друзья, самый любимый мой вопрос. Как мне зарабатывать, если я ничего не знаю и не умею? На этот вопрос можно ответить легко. Он банальный, он смешной, он до боли очевидный. Не знаешь? Учись. Когда я пришел, например, с армии в 2008 году и впервые сел за компьютер, я не знал абсолютно ничего. В 2010, когда уже прошло два года, я уже многое знал. Потому что вот эти два года я попутно обучался компьютерной грамотности и попутно обучался тому, как начать зарабатывать. Поэтому вот эта отговорка, она, скажем так, гнилая. Она необоснованная. Если не знаешь чего-то, берешь и учишься. Учишься и пробуешь на практике. Не получается, пробуешь снова. Снова не получается, пробуешь по-другому. Либо пробуешь что-то другое. Поэтому, дорогие друзья, чтобы научиться зарабатывать в интернете, вам, конечно же, нужно учиться, во-первых, привлекать трафик. Это самое основное. Если вы хотите научиться привлекать трафик, много качественного, целевого трафика, то по данным видео будет кнопочка «Нажмите, просмотрите мастер-класс» и решите для себя, нужно вам это, либо нет. От себя же я даю уже бонусы вам в помощь. На этом все. Жду ваши комментарии. Надеюсь, видео вам понравилось. Оно больше шуточное, чем поучительное. Но, тем не менее, для многих, возможно, что-то стало большим таким откровением. Спасибо за внимание. С вами был Булат Максеев. До встречи в следующих видео. И самое главное, завтра видео не пропустите от меня. Будет очень-очень важный момент. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok